Продолжение следует... Прошло уже два с половиной года, даже чуть больше. Если точно, 2,7 месяцев, то есть 1 июля три года будет. С этих трагических событий, которые мы сейчас видим на экране. Вот скажи, что за эти два с половиной года у тебя как бы осталось в памяти наиболее такого яркого, наиболее цепкого из того, что сопутствовало твоему творчеству вместе с Михаилом? Когда вся дверь пришла, я просто отвлекусь чуть-чуть от твоего вопроса, потому что, ну вот она, народная любовь-то, она и была сопереживание народное, оно и было сопереживание всего города. И хотя кто-то, конечно, злословил в этот момент, было такое, не надо этого отрицать, то есть злословили люди в этот день, в день похорон, конечно, наверное, грех большой. Ну, тем не менее, пусть это на их совести останется. Хорошо, меня радует, что таких людей немного было. Я ни в коем случае не потому, что я равнодушен или как-то вот левым боком отношусь к тому, что люди говорят. Нет, просто комментировать сами похороны я не могу. Мы уже смотрим третий раз эту кассету, да. Комментировать нет смысла, потому что здесь артисты, известные в стране люди, они уже говорят об этом. Повторюсь, что я не кощу, что ни в коем случае, когда вот на этом моменте мы сейчас беседуем, потому что мы уже десятки раз это просмотрели молча и со своими скорбными мыслями. Надо отдать должность, что многие вызвались на помощь в том плане, что люди подъезжали, видят, что у нас за парка большая, похоронам, то есть, что от нас конкретно, наши возможности вы знаете, да. То есть, слава от Айху отъехала, ребят, говорит, чем могу помочь? Я говорю, ну, ребят крепких, говорю, там, то есть, чтобы у нас не было проблем, то есть, в том плане, что ребят крепеньких. Он говорит, хорошо, все, сейчас ребята, говорит, ну, из заведения там охраны, говорит, сейчас эти придут, эти помогут. Вот, то есть, многие откликнулись на эту беду, на эту беду, участвовали, участвовали, действительно, что от меня, то есть, конкретно приходят, чтобы не умничать, я могу. Говорят, конкретно говорите, что надо, чем могу помочь. А это вот один из последних клипов Михаила, записан здесь Терина, ГИБДД, потому что в тот день, в день похорон, как раз был день рождения ГИБДД. И когда судьбе не плачемся в жилету, труднее работы нет в системе МВД, и пусть о нас кино снимают очень редко, храни вас всех судьба в лице ГИБДД. Михаил всегда отождествлял себя с родным городом, с Тверью, то есть, он и вырос здесь, и многие песни его в Твери, это всем известно. Скажи, вот тверичане отождествляют себя с Михаилом Кругом? Невольно все равно, то место, в которое тверичанин приезжал, оно его само ассоциировало с Михаилом. Откуда? Из Твери? А, это все, знаем, Круг у вас. И тут же кассету, раз. Это началось аж с 90-х годов еще в начале, то есть, мой знакомый поехал, приезжая в Сочи, просто только его первым альбом нашел. Садится и везет его в гостиницу. Да откуда? С Твери. А, раз, и кассету Круга сразу. Поэтому ассоциация невольная была, то есть, даже помимо желания тверичан. Добрый день. Вы, наверное, знаете вашего земляка Михаила Круга, его творчество. Да, знаю. Вам нравится песня? Да, нравится. А чем они нравятся? Такие душевные и чисто по жизни. Хорошая песня. Скажите, вы гордитесь тем, что он ваш земляк? Да, горжусь, и мне очень жалко, что он умер. Мне лично он нравится, потому что мы знакомы были тоже. Мы живем вообще рядышком, жили, то есть. Как свой человек. Скажите, а какой он был вообще недели? Он был простой человек, непростой, сложный. Сказать честно? Честно. Пока был не Михаил Кругом, а Мишка Воробьевым, он был нормальный. А потом, это, мне кажется, не для записи, потом зазнался, конечно. Ну, а мертвых такое не говорят. Да, так было. Человек видел жизнь и передает свое мнение окружающим, и у него это здорово получалось. Жалко, что его сейчас нет. Я горжусь тем, что я земляк Михаила Круга. Не он мой земляк, а я его земляк. Марина, была ли характерна для Михаила так называемая звездная болезнь? Ну, в плане требований, подайте мне такого, что трудно найти. В каком плане? Да нет, не особо, я бы сказала. Обыкновенные требования, я считаю, которые были достойны его. Такие супер что-то такое, чтобы показать, что я звезда. Парадокс был наоборот, что его поселили, всю группу поселили в одну гостиницу, а его в супер-люкс для почетных гостей города. И вот он, например, как, пол дня выдержал, потом говорит, нет, поселяйте меня к ребятам, пусть там хуже будет, но я буду с ними там играть, разговаривать. А, в домино мы все время играем все вместе. Вот. Ну и к нам переселился. День второй. Третья серия фильма. Наши. Наши в Америке. Тверские в Америке. Есть охота. Есть охота, мы слышим. Люди подсчитывают мелочь последнюю. Видишь, собирают ее. Собирают ее с земли. Уже насобирали на какие-то завтраки, более-менее. Где? Она здесь с восьми утра стоит, у строителей ждет. Бывает так, артист выходит, многие артисты, не будем сейчас называть фамилии, выходят на сцену, все, любите меня, вот я пришел, вы меня обязаны любить, потому что я звезда, я к вам пришел. Это совершенно-совершенно по-другому это все было. Да, снизошел, вы не обязаны вообще любить. Вот, нет, это было по-другому. Он выходил, и народ чувствовал, что именно он благодарен, что они вот сейчас пришли, и он выдает свое на их суд, и он благодарен за каждый аплодисмент, за каждые хлопки, за каждый возглас в зале. Спасибо большое. Многие артисты, многие известные артисты, в том числе наши, российские, ездят в Америку для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы приобрести славу, может быть, умножить свое имя, может быть, напечатать потом больше тиражи альбомов, пластинок. То есть, что это было для него за поездка? Это очередной город. Просто очередной город. Ну, там несколько градусов. Ну, нет, я говорю, очередной тур. А чем, допустим, дальневосточный тур? Мне по впечатлениям больше понравился, чем, ну, американский тур. Ну, я свое впечатление говорю. Вот, кстати, да, объявили на музыкальном ринге вот это выступление. Вот это выступление, допустим, мне кажется, для Михаила более значимое, чем... В каком катании в Телевидении? В 99-й, по-моему. Потому что это уже, ну, более интересный момент в плане, все-таки, РТР один из центральных каналов, да? И лицом повернулось к шансону телевидения. Это всегда радует, когда что-то подобное происходит. И здесь, в данном случае, для меня вот этот момент более знаковый, чем Америка. Да-да-да. Какой бы вопрос не задавали, Михаил, вот сейчас в данном случае ринг музыкальный, тому подтверждение. Не получается такого мяца или я не знаю, что сказать. То есть есть четкая, да, позиция. Каверзных вопросов очень много было. Безусловно. С годами. Вот. И всегда Михаил находил ответ на них. Вас слушают миллионы, Михаил Носк, я понимаю, да? А в стране у нас уже давно проблемы с гимном. Наши предки пели «Боже, царя, храни», мы пели «Союз нерушимых республик свободных», потом мы ничего не пели. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы Мурка или вот этот вас Живан, Римон, стал гимном Российской Федерации? Есть такое понятие «всему свое время, всему свое место». Если Мурка будет гимном Российской Федерации, это, конечно, будет иметь какое-то отношение к тому, что творится в России и к тому, что творилось раньше при коммунистах. То есть это бы тогда, это бы песня была бы и гимном, и тем беспределом, который творился в России. Но бальное платье надо для того, чтобы одеть их на бал, а рабочий робот для того, чтобы копать в копьях или добывать золото. То есть всему свое место. Вот опять мы видим «Живан, Лимон». Первый альбом, первая песня, которая была... Первый альбом, который был наиболее популярен. Вот мы реакцию видим сразу. Народ любит, народу уже знакома эта песня. Все, замечательно, не дождались. Вот во многих городах воспринимают вот так. А во многих городах воспринимают вот так, в конце песни. Не знаю, что им не нравится. Они не умеют, они просто не знают, как по-другому. А что касаемо Америки... Ну, очередной тур. Не больше и не меньше. Не поездка за деньгами, не поездка за славу. Здесь денег больше даже получалось в России. Америка из-за ряда расходов, ряда американских цен, то есть самолет, проживание, питание, гостиницы, там, страховки, масса еще всего остального. Там, допустим, поезд дороже, чем самолет. Ну, дорогая страна, безусловно. На поезде доехать до Чикаго из Нью-Йорка дороже, чем прилететь на самолете. Ну, свои там парадоксы есть. Ну, мы бы назвали раньше это гримасами капитализма. Наверное. Культура американская, не могу сказать, что там она прям видна во всем. В всяком случае, приезжая по Бродвеве, я не увидел чего-то. У нас... Ой, Москва краше насколько. Ой, насколько у нас светлее, красивее и чище даже. Когда едешь по Бродвее, я говорю, ну, а где вот театры, вот эти вот, которые я там слышал? Да вот-то мы и едем. То есть совершенно серые здания, куча мусорных мешков через каждые 50 метров. То есть нет вот этой. У нас любое казино в Москве в 300 раз ярче, чище, красивше и эмоциональнее смотрится. Ну, а обыкновенная страна, как Михаил правильно говорил, тупые, тупые. Он когда первый раз поехал, тогда без коллектива. А вот с братьями «Жемчужины» он ездил, а Смолов, кто-то еще, по-моему, еще один профсиартист был, не помню, к сожалению. Ну, тупые, ну, тупые, говорят, все. Я думаю, ну, просто это самое, хайп на концертах специально рассказывать, где я потом сам приехал. То есть чудес, конечно, насмотрелся я там. Ну, прикинь, ситуация. Вот сейчас в аэропорту показывали были, самолет приземлился. Четыре человека выходят к автобусу, пятый встает и начинает, а я сижу, то есть, мне-то наслаждаться, мне куда торопиться, багаж пока получал. И, значит, я сижу тут, а слушаю, о чем они разговаривают. Встает с двумя чемоданами человек в проеме и начинает разговаривать со стюардом. Не могли бы мне подсказать, где у вас тут гостиница с видом на Мичиган? Там где-то между прочим. Да ему, значит, говорит, а вот есть вот такая-то, такая-то, прямо вот на берегу озера, типа, сейчас, говорит, как раз снежок будет задувать, а что тут ли не там, это, вход в гостиницу, прям с озера прям дует. А он говорит, а какой класс там? Такой-то, такой-то. А, знаешь, то очередь стоит в этот момент сзади вся, самолетная. Вот так тупо стоят просто и ждут, когда он наговорится. Он дальше, а сколько там класс? Вот только. А сколько там номера стоят? Ну, примерно столько. Это не спеша беседовать. Примерно столько. Он говорит, ой, нет, мне это дорого. Не могли бы мне подсказать, чтобы, то есть условия те же, но, может быть, класс чуть пониже. Там говорит, ну, можете сходить вот в эту гостинку, спросить в эту, а лучше всего вам подскажут, сейчас спуститесь в аэропорту, прямо служба есть соответствующая. И тупо вся очередь за ним вот так стоит и просто ждет, когда он наговорится. Где-то около трех минут этого разговора она ему объяснила чуть ли не там смету всех этих расценок, за что берут в какой гостинице. Только после этого он, а, спасибо ей, да, пойду спрошу действительно в этой службе. Так, чистые пути. После этого американцы все, у нас задержись ты на пару секунд вот так в самолете. Слушай, Влад, ты тебя облавит сразу. Если бы Михаил стоял за этим человеком, за меня чемоданной, да, как бы он поступил в эту жизнь? Это ему реакция. А просто по-русски бы, да, по-русски бы говорил о том, что типа, ну, то есть вежливо, без оскорбления там-то. Вот они все, америкачки. Влад, а как? А без стола, без киши. Эй, Ир, тебе бы тут никак. Черт. Для любой. В другой городе. Скажи, Влад, вот гастрольные впечатления. О, выехали только из туннеля. Вот Нью-Йорк, ну, понятно, что здания эти, здания эти многим людям известны. Да. А вот только проехали под заливом, как раз под Гудзоном. За три доллара, за три доллара проехали этот туннель под заливом и выехали на Манхэттен. Это Михаил сам снимал, комментировал уже. Он впереди, как раз сидел, возле водителя Ирина, жена. Это ясень. Вот, опять слышишь, как он? С каким вопросом? Влад, что скажете нам на китайском языке? Про Америку. Ну, вообще-то, первые слова мои матерные, которые я хотел высказать. Вот, а потом, ну, солнышко вышло, дождик прошел, впечатление съездили, да, в Манхэттен, ну, как там Алекс и советовал. В принципе. Вот, жалко, что его сейчас с нами нет, а то бы он, наверное, комментировал бы чуть больше. И, в принципе, впечатление уже скрасилось как-то. Малин, а вы с чего скажете? Ну, тоже, я поддерживаю его полностью. А потом мне нравится то, что... А что у вас глаз какой-то зеленый один? Правда? И носу что-то торчит. Ну, Михаил Владимирович. Глаз зеленый. Нет, нет, ничего не торчит, и глаз нормальный. Понравилось то, что... То, что, как бы, опять, то есть, четверо тверских... Это уже много. То есть, вчера мы как-то в разброс были. А сегодня, вроде, четверо тверских прошли, и, то есть, это... Ну, как съездили в Уфу. Уф, точно. Влад, вот, наверняка, Михаилу дарили подарки, да? Да. Наверняка без этого не обходилось. Скажи, вот, эти подарки, безусловно, это было дань уважения, творчеству, уважение его личности неординарной, да? А все-таки, вот, что дарили? Дарили мишек, ну, скажем, бэк-вокалисткам, там, солисткам, да? Барышням дарили, по-моему, это вот здесь Светлана Тернову мы видим. Это мишки. Михаилу дарили, ну, как правило, уважительные, при мне, то, что было, уважительные подарки в плане, там, в частности, печатка, или, там, какая-то другая вещь, изготовленная из дорогого металла. Я так понимаю, солидные вещи, которые солидному человеку было бы уместно... Да, 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 именно вот в таком ключе. Вот, во всяком случае, подарки были, и основная на концертах, конечно, это слова благодарности записки и цветы. Где-то шампанское, где-то приглашение в ресторан, после этого, там, типа, прошу в моем заведении, там, не сочтите за труд. Раз народ хочет что-то подарить, значит, это чуть больше, чем явка на концерт уже хочет сделать, да, чуть больше, чем аплодисменты и цветы, наверное, это признание творчества. Ну, я просто могу судить, как я бы к этому относился. Значит, людям действительно очень нравится, они находят что-то там для себя, дорогое, родное, любимое в этих песнях. Могли ли его смутить какие-то неполадки технического характера, скажем, ну, неподобающий прием в гостинице, неподготовленный номер, какие-то особые почести, может быть, какие-то особые условия создавали, или же это были обученные... Суперособых нет никогда, вот, единственное, конечно, очень большое требование к звуку было, потому что пел он вживую, и хотелось, чтобы звучало это, доносилось до народа то, что он хотел донести, вот. А к бытовым, ну, естественно, портилось настроение, когда бывали такие случаи, номер не готов, и что-то такое, вот, какие-то накладки, вот, электричество отключили, там, отопление отключило, было и такое, ну, все это решалось. Че-то там... Чаю, наверное, хочет, да? Хотите чай налить вам? Ну, все, я заканчиваю снимать. Скажи, а вот ты можешь его сравнить с кем-то из артистов, может быть... А зачем? ...с сегодняшнего дня. А зачем? А в плане таком, как бы сопоставить свое отношение к этим людям, да, и свои отношения с Михаилом. Я к чему веду? Нет сейчас людей такого масштаба, или, может быть... В шансоне или где? В шансоне. В музыке вообще? В шансоне. Может быть, даже в музыке вообще, потому что все равно этот был человек, он был человеком музыки. Ага. Ну, давайте начнем с шансона, потому что как-то это ближе в этом жанре. Насколько люди говорят, которые приходят на концерты, что нет такого. Мне тяжело судить, потому что я нахожусь внутри этого процесса, со стороны-то всегда виднее. И люди на концертах, или на радио, люди, которые в ларьках торгуют, которые очень Михаилы любят его творчество, и до сих пор, то есть, кассеты его с удовольствием слушают, они говорят, что равного нет. Вы провели с этим человеком, наверное, лучшие годы вашей творческой карьеры. Это были отношения не просто с мастером, а с профессионалом своего дела, но еще и с неординарной личностью. Скажите, кем остался Михаил в вашей памяти? Ну, в моей памяти это человек, который большая личность, человек с большой буквы, обладающий большой харизмой. Дело в том, что к нему директор я пришла в 98-м году, и пришла не просто так, с улицы, уже имея какой-то определенный опыт, но я хочу сказать, что это была какая-то школа для меня, он был и для меня учителем, не только для своих коллег, но и для меня учителем. Он был, ну... Для меня на одной стадии жизненного пути, знакомства, это был знакомый, коллега, друг, оппонент, учитель, руководитель. То есть отношения, ну, раз они менялись там с годами люди, с творческими задумками, ну, то есть всякое бывало. Ну, тем не менее, образ, я, то есть, я говорю, счастлив, я себе завидую в этом плане, что у меня вот такие годы знакомства и работы были. Вот такой разговор состоялся у нас с участниками группы Попутчик, группа, которая работала с легендарным Михаилом Кругом. Насколько этот материал получился удачным, судить вам, ну, а мы покидаем Тверь, этот гостеприимный город, где родился и где создал свои лучшие песни Михаил Круг. Субтитры создавал DimaTorzok